МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Ахтубинском канале время новостей. В студии Татьяна Фомина. Главная тема выпуска. Битва за будущий урожай. Мощный водопровод как стратегически важный объект отстаивают Ахтубинские аграрии при поддержке регионального Минсельхоза. Пришла каледа, отворяйте ворота. Ахтубинцы приняли участие в народном святочном гулянии. Веселый праздник закружил всех хороводом, наполнил сердца радостью. Гордость не только мамина, но и всего детского творческого центра. Гран-при на международном конкурсе в Сочи получил юный ахтубинский вокалист Артур Беканов. В декабре прошлого года мы рассказали о попытке демонтажа рабочего трубопровода на орошаемом участке Сырен. А также о том, что по данному факту дирекция сельхозпредприятия Астрахань Агроцентр подала заявление в прокуратуру. О неправомерных действиях металлодобытчиков в Ростсельхознадзор сообщил региональный министр сельского хозяйства. Попросил провести расследование и привлечь виновных к ответственности. Развитие темы у Владислава Лихваря. Лет 10 назад на этом месте у села Покровка трубы уже пытались выкопать металлисты из Волгограда. Две нитки и трубопровода удалось тогда стоять хозяевам орошаемого участка. Остальные куда ушли точно неизвестно. А в сентябре-котябре прошлого года руководители самых крупных в Ахтубинском районе сельхозпроизводственных предприятий, фермерских хозяйств постарались пресечь попытку демонтажа неизвестными лицами водной артерии, обеспечивающей поливом около 1000 гектаров орошаемой площади на участке Сырин. Сотрудниками полиции работы по изъятию труб общая протяженность 8 километров была приостановлена. Организаторы раскопок должны были провести рекультивацию, засыпать траншею вынутым грунтом. Было написано обращение от фермеров, от сельхозтоваропроизводителей в прокуратуру о том, что прекратили эти противоправные действия. Сейчас мы получили ответ с прокуратуры о том, что в составе отсутствует указанных действий, состав преступления. Дело снова возвращено в АБЭП, АБЭП сейчас снова начинает заниматься этим вопросом. По нашему заявлению, которое было подано в прокуратуру, Министерству сельского хозяйства, сейчас на это место направлен представитель Россельхознадзора с Астраханской области, который сейчас произведет осмотр и составит, естественно, акт нарушения земельного законодательства. Наступила зима. Вместе с нею пришли морозы. На стыках труб специалисты обнаружили разрывы. Теперь, прежде чем засыпать их, следует провести обследование в скрытой части трубопровода, отремонтировать, заварить размороженные швы. По заявлению министра сельского хозяйства региона, на имя заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия, Виталий Мартыненко, на месте попытки демонтажа напорного трубопровода на прошедшей неделе побывал государственный инспектор отдела земельного надзора Алексей Перов. Им были проведены замеры вскрытого грунта траншеи. Нанесенный материальный урон орошаемому участку установят эксперты. Дело будет рассмотрено в арбитражном суде. Виновные, считают земледельцы, должны быть наказаны содеянным и обязаны восстановить разрушенное. Видно, осталась вода в трубе, и поэтому определенный участок трубы разморожен. Как мы его восстанавливать будем, не знаю, потому что на балансе не стоит, и денег в настоящее время на эту трубу нет. Следует добавить, произошедший случай не единственный. Охотники за металлом по-прежнему продолжают безнаказанно вырезать его, где есть свободный доступ. Неотвратимость наказания их не беспокоит. Пока. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ Анна Зеленина назначена на должность мирового судьи судебного участка номер один Ахтубинского района Астраханской области на трехлетний срок полномочий. Ее кандидатура была представлена председателем Астраханского областного суда и одобрена депутатами регионального парламента. Решение об этом было принято на пленарном заседании Думы Астраханской области 12 декабря 2017 года. Анна Зеленина впервые приступает к выполнению обязанностей мирового судьи. Вручая ей удостоверение, Игорь Мартынов пожелал успехов в работе профессионального роста. А главное, подчеркнул спикер Думы Астраханской области, при рассмотрении дел всегда помнить, что мы работаем для людей и ради их благополучия. И еще немного новостей региона. Состоялось очередное заседание Думы Астраханской области. Повестка дня была насыщена и включала 20 вопросов. Один из главных уточнений основных параметров бюджета Астраханской области на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. По информации областного Минфина, за счет субсидий и субвенций, поступивших из федерального центра, доходная часть будет увеличена на 128 миллионов рублей. На эту же сумму возрастет и расходная часть. Дополнительные средства будут направлены, в частности, на софинансирование выплаты многодетным семьям за рождение третьего и последующих детей. Закон об этом был принят в конце прошлого года и вступил в силу с 1 января. Доплата о размере детского прожиточного минимума положена семьям, имеющим средний душевой доход ниже прожиточного минимума по региону. На эти цели предусмотрено более 58 миллионов рублей. Также за счет перераспределения бюджетных ассигнований дополнительные средства выделены для муниципальных образований на закупку топлива на очередной топительный сезон, техническое обслуживание объектов газораспределения и ремонт тепловой сети. Основные параметры бюджета Астраханской области на 2018 год теперь выглядят следующим образом. Доходная часть составила 37 миллиардов 81 миллион 960 тысяч рублей. Расходная 35 миллиардов 81 миллион 960 тысяч рублей. Профицит остался на прежнем уровне – 2 миллиарда рублей. Не изменились и предельные объемы госдолга региона. При этом налоговые и неналоговые доходы остались на уровне 27 миллиардов 626 миллионов 120 тысяч рублей, а сумма безвозмездных поступлений – 9 миллиардов 455 миллионов 840 тысяч рублей. На государственную поддержку малого и среднего предпринимательства будет направлено около 28 миллионов рублей. А на софинансирование расходов по оказанию гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, ее видов не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, предусмотрено порядка 18 миллионов рублей. Была сделана еще одна поправка в закон о бюджете. Она декларирует необходимость заключения соглашения между правительством Астраханской области и муниципалитетами при распределении субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности. Аналогичное соглашение уже два года заключается между федеральным центром и регионами. Документом предусмотрено увеличение объема выделяемых средств при условии роста налоговых поступлений в бюджет, улучшении социально-экономических показателей. Законопроект одобрен в двух чтениях. На студию обращаются ахтубинцы с вопросом о пропавшей молодой женщине. О том, что родные разыскивают Айгуль Шуринову, стало известно в минувшие выходные, хотя пропавшая перестала выходить на связь еще 6 января. Информация об этом появилась на сайте газеты «Волга», а также в социальных сетях. Об Айгуль известно, что работала она продавцом в супермаркете и что у нее двое маленьких детей. Ищут ли девушку полиция, спрашивают наши телезрители. За ответом на этот вопрос мы отправились в уголовный розыск. 8 января 2018 года в ОМВД России по Ахтубинскому району поступило заявление от гражданки Шандировой о том, что ее дочь 3 января 2018 года в 16.00 ушла из дома и по настоящее время не вернулась гражданка Шуринова 1987 года рождения. Видела она ее последний раз 3 числа, когда ее дочь ушла гулять вместе с компанией. То есть компания эта вся отработана, установлено последнее местонахождение. Последний раз она выходила на связь с подругами в социальной сети ВКонтакте, где указала, что сменила свой номер телефона, что ей стыдно за свои поступки жизненные. Сотрудники уголовного розыска и весь отдел Министерства внутренних дел по Ахтубинскому району был ориентирован на розыск данной гражданки. В течение трех суток было заведено розыскное дело. Сейчас данная гражданка находится у нас в местном розыске. По истечению сроков она будет объявлена уже в федеральный розыск у нас. Сейчас силами как МВД России по Ахтубинскому району, так и Управления Министерства внутренних дел по Астраханской области проводятся оперативно-технические мероприятия, направленные на установление места ее нахождения. А также продолжается сбор информации о местах ее возможного местонахождения. По последней имеющейся информации, за пределы Ахтубинского района данная гражданка у нас не выехала и находится где-то в Ахтубинском районе. То есть сейчас организована у нас поисковая группа из числа сотрудников уголовного розыска и участковых и полномочий, которые направлены именно на розыск данной гражданки. Телефон дежурной части 52488, телефон уголовного розыска 51545. Вчера на Центральной городской площади прошло народное святочное гуляние, организованное совместными усилиями Молодежного православного клуба «Архангел» Ахтубинской епархии, Центром народной культуры и Центром казачьей культуры «Вольница». Праздничное действие привлекло внимание горожан, которые стали не только зрителями, но и участниками всего происходившего, рассказывает Елена Печенко. Святочное гуляние на площади Ленина в январские дни становится уже традицией. Мороз в воскресенье был небольшим, но организаторы праздника опасались, что из-за ветра порывами до 6 метров в секунду горожане на площадь не придут. Впрочем, опасения были напрасными. Задолго до назначенного часа у дома офицеров было людно. Детвора кружилась на коньках и скатывалась на санках с горки. Ну а когда на площади появился ансамбль «Смирички», к месту гуляния потянулось и взрослое население. Ой, мороз, 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 не верен долго стоять, верил денег подавать, отрываясь у тучок, подавая питочок. Зрители тепло встречали всех артистов. Наталья Пархотик, выступавшая в составе хореографического коллектива «Касаточка», говорит, что площадь в этот день была скользкой, но поддержка горожан не давала унывать и добавляла задора. Сегодня очень скользко. Мало того, скользко, да еще и снежок прячет за собой лед. Поэтому мы танцевали, нам было очень тяжело. Но, с другой стороны, очень весело, задорно. Радушно Ахтубинцев встречали и народный ансамбль казачьей песни «Вольница». Казачьи песни ласкали слух, а фланкировка, иначе говоря, владение шашкой, радовала глаз. Заведующий казачьим центром при районном Доме культуры Валентин Замилюхин не только демонстрировал свое мастерство, но и давал мастер-класс для всех желающих. Таковых было немало, особенно из числа ахтубинских кадетов. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Очередной этап праздника знаменовало слово священнослужителя. Заведующий молодежным отделом Ахтубинской епархии отец Георгий пригласил поучаствовать в игрищах, организованных православным клубом «Архангел» всех желающих. Так праздновали, радовались, веселились наши прародители. И мы возвращаем эти традиции. Они не надуманные, они не искусственные, они живые. Отец Георгий рассказал, как согласно традициям православная молодежь ходила с калятками по городу и славила Христа. Январь вообще богат на православные праздники. Рождество и крещение Господня не ограничиваются одним праздничным днем, а отмечаются целую неделю. Священник напомнил, что святой водой еще не поздно запастись. Молодые же люди из православного клуба «Архангел» предложили всем, кто пришел на площадь Ленина, поучаствовать в русских лечерках. Это веселые хороводы, игры и конкурсы. Получилось все очень даже здорово. ПЕСНЯ Оказывается, в Ахтовинске живут очень даже задорные молодые люди. Они с удовольствием участвуют во всех конкурсах. Главное, чтобы нашлось, кому их раззадорить. Православному клубу «Архангел» сегодня это удалось. Развлечения были организованы не только для взрослых, но и для детей. Время пролетело незаметно. Так бывает, когда весело и душа поет. Все, бросаю, прихожу посмотреть. Очень хорошо, молодцы руководители, подготовили детей. Очень хорошо. Почаще такие мероприятия. Весело сегодня? Конечно, конечно, весело. Почаще вот так. Так все хорошо. Елена Петченко, Виталий Просочкин, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ. Учреждения дополнительного образования, действующие в нашем районе, дают возможность ахтубинским детям заниматься любимым делом – музыкой, танцами, рисованием, спортом. А еще путешествовать, совершая поездки на соревнования и конкурсы в другие города. На зимних каникулах воспитанники Ахтубинского центра детского творчества приняли участие в международном фестивале-конкурсе «Рождественские святки», который проходил в городе Сочи. С юными вокалистами и танцовщиками общалась Татьяна Заяц. Фестиваль-конкурс «Рождественские святки» состоялся в Сочи в 16-й раз. Однако ахтубинцы впервые приняли в нем участие. Центр детского творчества коллективно вместе с вокальной группой «Визави» и образцовый хореографический коллектив «Семицветик» приняли решение поучаствовать, устроить детям такие новогодние каникулы и плюс поработать, представить центр детского творчества, представить город Ахтубинск, Ахтубинский район. С 3 по 8 января в рамках фестиваля свое вокальное, хореографическое, инструментальное и художественное мастерство демонстрировали коллективы из различных регионов России, Белоруссии и Республик Северного Кавказа. Уровень конкурса был достаточно высокий, хотя была очень сложная площадка, сцена, я имею в виду, очень скользко. Это покрытие было непрофессиональное для хореографии, но в общем-то мы всегда рассуждаем так, что хороший танцор должен уметь работать на любой площадке, независимо от размеров и покрытия. Воспитанницы старшей средней группы коллектива «Семицветик» представили на конкурсе два танца, хорошо отрепетированную вепскую игрушку, сербский народный танец, который исполняется без музыкального сопровождения и новый номер под названием «Заплетись плетень». Девочки разучили этот танец непосредственно перед конкурсом. Сцена была очень скользкая, но как бы в первом танце вепской игрушке подскользнуться было достаточно легко, а в плетении во втором танце, там мы держались друг за друга, если бы даже кто-то начинал падать бы, не так было бы сильно заметно. Несмотря на трудности, «Семицветики» выступили весьма достойно. Жюри, в составе которого были заслужены артисты России, хореографы и вокалисты высокого уровня оценили Ахтуминский коллектив, присудив ему звание лауреата второй степени. Первого места, конечно же, хотелось, но были какие-то недоработки, были какие-то кавзазы, которые произошли во время танцев, но все равно, мне кажется, наше место, которое мы заняли, оно все равно заслуженное. Вокалисты Ахтуминского центра детского творчества, группа «Визави», которыми руководит певица Лариса Коваленко, приняли участие как в сольных номинациях конкурса, так и в номинациях ансамбля. Песня «Визави» В сольной номинации Настя Воропаева стала лауреатом второй степени. Она исполнила две песни разного жанра – шуточную джазовую кошку и серьезную композицию «Война». Мне кажется, то, что «Война» моя песня исполнялась, она больше, наверное, всем понравилась, потому что там, когда была вот эта песня, все просто замолчали и стояли, они слушали. Главной победой Ахтуминцев стал диплом «Гран-при», который по итогам фестиваля был вручен вокалисту Артуру Беканову. Самый юный участник конкурса впечатлил жюри, исполнив песни «Бабушка» и «Осьминог». Бабушка там про… за то, что… там припеве про стезарство и проказы, там про песню за то, что про любовь, а про «Осьминога» – это джаз. Мне показалось, что жюри больше понравился «Осьминог», потому что они больше хлопали. Какие чувства вызывают у тебя это награды? Радость, радость, веселье. Этот фестиваль-конкурс по признанию детей подарил им множество положительных эмоций и впечатлений. О таких зимних каникулах можно только мечтать, говорят воспитанники Центра детского творчества. Мы посетили прибрежный кластер и горный кластер. В горный кластер ходило посещение на Красную поляну, и мы побывали также на дегустации меда. В прибрежном кластере мы посетили олимпийские объекты, увидели трассу «Формула-1». Также мы побывали в русском Диснейленде, Сочи-парк, нам очень понравилось. Я каталась, там корабль вверх, вот так вниз, и я кричала, смеялся, потому что было страшно на корабле актракционном. Было очень удивительно, когда мы приехали, там почти, там вот в первый раз было солнечно, и все ходили в майках у нас из коллектива. Понравилась красота природы. Там еще был бассейн открытый, и мы купались. Татьяна Заяц, Виталий Просочкин, Александра Рыбала, Ахтуминск ТВ. А я на этом прощаюсь. Удачной рабочей недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова